Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Влюбилась в мужчину, коллегу, коллегу. Может это, конечно, и не любовь, но все мысли заняты только им, а он не проявляет никакого участия, почти в полной уверенности, что я ему не нравлюсь из-за своей внешности. Я довольно полная девочка, ему нравится, стройный и привлекательный. Забыть его не получается, все время думаю только о нем, постоянно пытаюсь узнать что-то о нем новое. Пытаюсь даже ради него меняться, но в связи с тем, что болею, калю гормоны, степь такой, чтобы набраться на меня внимания, невозможно. Помогите справиться с ситуацией. Ну, в первую очередь, вот, некоторая такая дихотомия возникает в том, что вы вроде как с одной стороны пишете, что любите человека, но любите его. Вот. Но с другой стороны, говорить о том, что все время о нем думаете, все время пытаетесь о нем узнать что-то новое. То есть, пытаетесь как бы быть к нему, получается, поближе. На мой взгляд, это необходимо разграничить. То есть, необходимо разграничение между тем, что вы его, как вы говорите, любите, да, вот, и тем, что вы хотите о нем, ну, грубо говоря, узнавать что-то новое. Вот. То есть, это не одно и то же. Это довольно разные вещи. Это нужно понимать. Нужно это понимать, что это разные вещи. Ну, вот. И, соответственно, если вы хотите, например, быть с ним, да, то есть, ваша любовь, она ощущается как вот такая потребность в том, чтобы быть с человеком, то это не то же самое. это не то же самое, что вы человека любите и заинтересованы в нем, чтобы ему было хорошо, ему было лучше. То есть, в этом чувствуется, что вы хотите чего-то для себя. в этом чувствуется, что присутствует ваша собственно потребность в чем-то. И, безусловно, безусловно, потребность в чем-то не есть плохо. То есть, это нужно понимать. Что, если вы в чем-то нуждаетесь, это неплохо. Совсем неплохо. Но, есть нюансы. Какие нюансы? Что я имею в виду, когда говорю про нюансы? Конечно, я говорю про ваши собственные желания. Я говорю про тенденцию к решению конфликта. Внутреннего, например, решения конфликта. Через мужчину. Вот. Как мне кажется, и как мне видится, это не одно и то же. Это это разные вещи. И необходима потребность. свою потребность. Точнее, свои потребности выделять. Скажем так, отдельно. То есть, вот этого я хочу, например, сама, да? Вот. это нужно мне. А это я хочу для него. Для человека. Вот это очень разные вещи. Поэтому крайне важно, чтобы вы увидели вот ваши мысли. такие вот, ну, постоянные, да, мысли, потальные мысли о нем. Как вы говорите. Это про что? То есть, это о чем? вот 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 если я этого хочу, то это о чем? чего я хочу-то? Какое я хочу почувствовать себя? что мне нужно. Вот это вот очень важная вещь здесь. И понимание своей потребности, проживание её, реализация её, поиск реализации своей потребности. Очень важно в данном случае. Поэтому вот, я думаю, такая тут история. Нас, которой нужно работать с вас. Соответственно непонятно, вот вы говорите, помогите справиться с ситуацией. Не совсем понятно, что вы здесь имеете ввиду. То есть, что вы имеете ввиду, говоря о том, чтобы справиться с ситуацией. Как вы это сами для себя видите, например, справлению ситуации. То есть, если вы видите это в рамках самостоятельно, что вы сами справитесь. Ну, наверное, нет. Самостоятельно вы не справитесь, потому что если бы вы справились, могли справиться, вы бы сейчас, вы бы уже исправились. А так, вот, судя по тому, что вы описываете, да, вы самостоятельно как-то справиться не можете. Поэтому я не думаю, я не думаю, что вы можете справиться сами. Вот. Так что вам нужна, получается, помощь. Вот. Хотите ли вы, готовы ли вы обращаться? Обращаться. Ну, обращаться за помощью. Это большой вопрос. Вот. Как-то так. Я, лично я думаю, что не случайно вы выбираете мужчину, который, по вашему же мнению, собственному мнению, а испытывает симпатию к девушкам другим. Вот. То есть, я думаю, что это не случайно. Я думаю, что вы не принимаете, ну, вот, свое собственное тело. Мне так, по крайней мере, кажется, что вы не принимаете свое собственное тело. Вот. И пытаетесь, значит, таким образом как-то вот самоутвердиться. Испытывая симпатию к человеку, к человеку, у которого довольно, ну, довольно явные, по крайней мере, с точки зрения того, что вы пишете, ну, предпочтение, да. Вот. Понятно, что в данном случае, как бы, ну, вы можете ошибаться. Понятно, что в данном случае вы можете как-то вот быть неправы относительно, ну, относительно того, кто ему нравится, а кто нет. Это, это, как бы, понятно. Вот. Но, тем не менее, то, что вас это вот как-то волнует, то, что вас это как-то беспокоит, ну, вот, все равно об этом так или иначе свидетельствует, что вы не принимаете собственное тело и вот, ну, вероятно, комплексуете, по поводу него, по поводу него, да, вот. Хотя, понятно, что и здесь тоже есть, скажем так, определенные нюансы, которые тоже необходимо исследовать, которые тоже необходимо изучать, дабы как-то вот, ну, не ошибиться, скажем так. Ну, вот. Потому что, ну, понятно, что ошибиться довольно легко будет. И, ну, в случае, в случае чего. Вот. На этом, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать, ну, начать над собой работу. Я вам хочу пожелать всего самого доброго, удачи, обращайтесь, обращайтесь за помощью.